Здравствуйте! Новости на канале СКАД в студии Оксаны Шикаева. И вот что сегодня вы увидите в нашей программе. Я стал смотреть. Взял еще глубже, еще глубже. Вышел двигатель. Двигатель вывезли погрузчикам. Легендарная находка. На строительной площадке под Самарой обнаружен штурмовик Л-2 с 42-го года выпуска. Семь раз отмерен. И только после этого отрежь, да? Впечатление о море. Глава региона обсудил развитие автоваза с новым гендиректором. Мехи, троллейбус двигаются мягче, чем старое поколение. Парк Самарского ТТУ пополнился. 40 новых трамваев и троллейбусов идут на городские маршруты. Следователи и криминалисты продолжают проверку по факту крушения самолета Ан-2, в результате которого погиб человек. Напомним, воздушное судно рухнуло 14 апреля в Пестравском районе Самарской области. 56-летний пилот скончался до приезда на место аварии медиков. Правоохранители выяснили, что самолет обрабатывал поля минеральными удобрениями, но данный полет выполнялся без соответствующего разрешения. Причина аварии пока не установлена. Кроме того, остается неизвестным и владелец самолета, поскольку у него отсутствовали бортовой номер и номер двигателя. В настоящий момент следственные органы как раз проводят работу по выяснению обстоятельств, на каком основании данный самолет проводил работу в Пестравском районе, кто заключал договор, какая компания. Документы на право управления воздушным трудом, свидетельства пилота не имеется. Легендарная находка. При проведении строительных работ на территории микрорайона Южный город рабочими был обнаружен штурмовик Ил-2. Самолет находился в земле на глубине около двух метров. На данный момент на месте происшествия проводятся раскопки. Двигатели кабину пилота уже подняли на поверхность. В ближайшие дни специалисты поискового отряда приступят к изучению округи. Есть вероятность, что в болотистой местности могут находиться еще несколько интересных исторических артефактов. На месте работала и наша съемочная группа. Несколько дней назад оператор-экскаватор работал здесь в совершенно привычном режиме. Он прокладывал траншею для газовой трубы. В этот день он задел ковшом фрагменты штурмовика Ил-2. Более того, здесь нашли останки пилота. Его личность до сих пор устанавливается. Я стал смотреть. Взял еще глубже, еще глубже. Вышел двигатель. Двигатель вывезли погрузчиком. Почистили. Там номер. Алюминиевые детали посмотреть решили. Там была куртка. Куртку развернули, лежали документы. Более 70 лет штурмовик пролежал на глубине 2,5 метра. Сохранились и двигатель, и кабины пилота, и личные вещи. В кармане куртки летчика строители обнаружили записную книжку, в которой лежала телеграмма на имя Ивана Михайловича Черкасского. Но это вовсе не значит, что именно он был пилотом. Документы относились к самолету. Документы – это формуляры на самолет, формуляры на паспорт, на мотор, на двигатель, на те агрегаты, которые передавались вместе с самолетом после его изготовления. Соответственно, никаких указаний про летчика там нет в этих документах. Непосредственно про летчика. На летчик указывает только один документ. Это пропуск на завод под номером 370, на котором неплохо относительно сохранилась фотография. Но больше, к сожалению, никаких надписей, ни фамилий, имя, отчество нет. По какой причине самолет оказался в этом месте, нет однозначного ответа. Существует несколько версий. Судя по всему, он летел в аэропорт чинить неисправности и вот не долетел, грубо говоря. Самолет новый, только что изготовленный, потому что по номеру, который установлен и на редукторе, и на двигателе, четко выяснено, и в паспорте формуляры самолета это прописано. То есть изготовление двигателя августа 42-го года. Причем клапаны именно двигателя, они выглядят практически новыми, абсолютно новыми. То есть там налет исчислялся минутами, может максимум часами. Установлено, что двигатель произвели на заводе имени Фрунзе, а самолеты изготовили на прогрессе. В те годы две трети штурмовиков Ил-2 собирали на Куйбышевском предприятии. Так что вполне возможно, что пилот вылетел прямо с завода. Тогда летчикам разрешали забирать свои самолеты, что называется, с конвейера. И, вероятно, летел он на аэродром Кряж. По одной из версий, штурмовик Ил-2 упал в болото и уже там взорвался. Оттого многие фрагменты легендарного самолета прекрасно сохранились. Более мелкие детали могли разлететься на десятки метров от этого места. Но на сегодня это всего лишь предположение. Поиски будут продолжаться еще несколько дней. В момент обнаружения работы были приостановлены. Было сообщено всем компетентным органам, следственному комитету. Место было отцеплено. Останки пилота сейчас изучают в лаборатории. Следователи устанавливают личность погибшего. Возможно, на этом месте установят мемориал памяти летчику, который разбился здесь в годы Великой Отечественной войны. Анастасия Шамшурна-Легалочкина, Ирина Игнатьева, СТВ. Волжский район. Две недели в России. Николай Амор, новый генеральный директор автоваза, уже составил свои впечатления о заводе и озвучил планы. Именно он поделился с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным. Создать инжиниринговый центр и занять не менее 34% российского авторынка. Подробнее в нашем следующем сюжете. В беседе с главой региона Николаем Меркушкиным гендиректор автоваза Николай Амор рассказал, что марка «Лада» ему знакома еще с юности. У его друга во Франции была вазовская машина, и он помогал ему ее чинить. Амор и ранее бывал в Тольятти на производстве. Отмечает, что это самый крупный автозавод в мире. Есть много положительных моментов. Но заводу необходимо усилить работу по созданию своих, конкурентоспособных моделей. Областные власти только за. Он очень мощный центр создал в Румынии, работая на заводе по разработкам. И были разработаны продукты, то есть машины, которые очень удачно потом на рынке продавались и продаются. И тоже есть желание и здесь так же поступить. Я убежден, что через 2-3 года ситуация намного улучшится. Поэтому нам надо очень хорошо поработать, чтобы быть готовыми вернуть былые позиции на рынке и занять новые. Кроме того, Николай Меркушкин и Николай Амор обсудили меры поддержки социальных проектов в Тольятти. Развитие хоккейного клуба «Лада», подготовку к 50-летию автоваза. Глава региона отметил, что МОР – опытный руководитель, осторожный, который 7 раз отмерит, 1 раз отрежет. Но при всем этом в планах нового руководителя автогиганта занять не менее 34% рынка в России. Максим Остриков, Вадимир Терентьев, СТВ. В Самаре продолжается обновление парка общественного транспорта, сохраняется стабильное развитие потребительского рынка и ремонтируются дороги. Глава города Олег Фурсов отчитался перед депутатами о работе администрации за 2015 год на расширенном заседании Самарской городской думы. В нем принял участие и губернатор Самарской области Николай Меркушкин. На расширенном заседании Гордумы работали депутаты всех уровней – от представителей районных советов до областного правительства и администрации города. Олег Фурсов не стал скрывать. Доходы городского бюджета сократились по сравнению с 2014 годом. И в этих условиях крайне необходимо грамотно подходить к распоряжению финансами. Так, в 2015 году проведена работа по обновлению парка общественного транспорта. Благоустраиваются парки и скверы. Кроме того, Самара активно готовится к чемпионату мира по футболу 2018. В частности, ремонтируются дороги областного центра. В 2015 году, благодаря поддержке правительства Самарской области, в городе отремонтировано 631,3 тысяч квадратных метров уличной дорожной сети и внутриквартальных проездов. Для проведения в нормативное состояние уличной дорожной сети и выхода на проведение плановых ремонтных работ необходимо ежегодное финансирование в размере 3,8 миллиарда рублей ежегодно в течение 7 лет. Конечно, это очень огромное средство, но есть резервы, которых мы с вами знаем, которые необходимо использовать для того, чтобы за счет дополнительного собирания тех налогов, которые пока еще мы не собираем, мы могли эту задачу все-таки для самарцев решать. В расширенном заседании городской думы принял участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин. В частности, глава региона подчеркнул, что у губернии есть все для того, чтобы через 5, максимум 7 лет выйти на лидирующие позиции в стране. И для этого местная власть должна больше уделять внимание проблемам населения. Депутаты должны быть в шаговой доступности для горожан. Та работа, которая в этапу реформирования местного самоправления, я еще раз хочу сказать, для нас исключительно мажет. Есть послание президента, чтобы местная власть была приближена максимально к людям. Расширенное заседание гордумы продолжалось до позднего вечера. В конце работы было подчеркнуто, что город будет меняться к лучшему. И для этого власть всех уровней должна приложить максимум усилий. Александр Семенов, Николай Сидоров, СТВ. Сейчас ненадолго прервемся, и вот что далее вы увидите в нашей программе. Мягкий троллейбус двигается мягче, чем старое поколение. Парк Самарского ТТУ пополнился. 40 новых трамваев и троллейбусов идут на городские маршруты. Парк Самарского ТТУ пополнился. 40 новых трамваев и троллейбусов идут на городские маршруты. В торжественной обстановке губернатор Николай Меркушкин и глава Самары Олег Фурсов вручили водителям ключи. Подробнее далее. 20 трамваев и 20 троллейбусов выйдут на городские маршруты. Первая партия уже поступила в муниципальное предприятие ТТУ. Водители получили ключи и подарки из рук губернатора Николая Меркушкина и главы Самары Олега Фурсова. Машины современные, удобные, оборудованные пандусами для маломобильных граждан, телевидением. Но главное, удобны для пассажиров. По сравнению с другими низкопольными трамваями, у него ступеньки даже значительно ниже. Это что удобнее для пенсионеров и детей. Им не так высоко подниматься и спускаться. Это салон просторный, намного просторнее. В средней части есть сидения, которые убираются. Это хорошо в час пик при большом потоке пассажиров. Водители также оценивают новую технику положительно. Хороший обзор в кабинах, удобное управление, как в трамваях, так и в троллейбусах. Мягкий троллейбус двигается мягче, чем старое поколение. На пополнение парка машин по лизинговой схеме затратят более 1 миллиарда рублей. Обновление идет в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Областные и городские власти постарались. И Самара получила приоритет среди других городов, принимающих игры Мундиале. Получили 8 регионов. Мы получили почти треть суммы. А остальные получили там совсем мало. Но это не просто, потому что мы должны софинансировать в том числе. И мы пошли на то, чтобы в том числе наш бюджет будет свою долю, свою нагрузку нести в полном объеме. Закупки техники продолжатся и в будущем. Во время торжественной передачи ключей пошел небольшой дождь. А в небе пролетел клин перелетных птиц. По всем народным приметам это хороший знак, обещающий успех доброму начинанию. Максим Остриков, Олег Павлов, СТВ. Социально неотложной помощи быть. Верховный суд России признал резервный фонд губернатора Самарской области законным. Кому оказать помощь решает сам глава региона. Кто может рассчитывать на поддержку и кому уже помогли. В материале Екатерины Алексеевой. Исписанные стены и игрушки в каждом углу теперь собственные квартиры. Только добавляют уюта. Еще год назад многодетные родители Таня и Сергей и не думали, что долг за квадратные метры смогут заплатить раньше, чем через 25 лет. Когда старшему Никите исполнилось 4, решили идти за вторым. Мечтали о девочке. Получилось сразу 3. Настя, Катя и Варя. В магазин нам один раз сходить это 3 тысячи, это минимум. То есть ходить надо каждый день. Это молоко, хлеб. У нас не одна бутылка молока уходит. Бутылок 6 в день. Это хлеб, творог, фрукты детям. Материально очень тяжело. Немножко помогают родители с обоих сторон. Когда родились тройняшки, старшему Никите пришлось делать операцию. Обнаружили нефроз. Почку пришлось удалить. Траты в разы увеличились, а тут ипотека 25 тысяч в месяц. При доходе семьи в 27 тысяч. Сказали, что хорошие люди, что можно напрямую к Меркушкину попросить. И попросить непосредственно его. Позвонил департамент семьи и опеки. Девушка позвонила, пригласила. Я думаю, очередной раз документы возьмут и отпишут. Что вам все выплатили, что по закону положили. Я приехал, она говорит, вам предварительное одобрение. Губернатор лично прочитал ваше письмо, обращение. Принял решение помогать. Вопрос решили быстро. Не прошло и месяца. Деньги на погашение ипотеки семьи Мельниковых выделили из резервного фонда губернатора. Он образован в 2012 году на решении неотложных социально значимых проблем. Спустя три года работы Самарская прокуратура посчитала фонд незаконным. Вопрос о законности функционирования резервного фонда губернатора последовательно прошел все судебные инстанции. Сначала областной суд и дошел до Верховного суда Российской Федерации. 13 апреля этого года, то есть позавчера, Верховный суд Российской Федерации рассмотрел вопрос о создании резервного фонда и принял решение о том, что это создание законно. Все траты и все расходы, которые осуществляются в резервном фонде губернатора, также законны. Помощь из резервного фонда поступает адресно. В прошлом году средства направили на поддержку детей из Луганской Народной Республики. В этом году помощь получили сотрудники Автоваз-агрегат. Екатерина Аксеева, Николай Сидоров, СТВ. Самара в ожидании чемпионата мира по футболу 2018. Мундиаль с нетерпением ждут не только болельщики, но и участники городского конкурса комментаторов. Администрации города и департамент образования впервые организовали состязание среди школьников. В этой борьбе приняли участие 17 школ города. Подробнее в нашем сюжете. Известный советский спортивный комментатор Николай Озеров мог бы гордиться современной молодежью, чтобы достичь такого же уровня, ребятам нужно много над собой работать. И такое желание есть. Мальчишки боролись за право называться лучшим комментатором на протяжении месяца. Победители конкурса Роман Гераськов – большой поклонник крыльев советов. Но для участия в конкурсе «Ура! Гол!» выбрал международную игру. Это отборочный матч Евро 2008 года. «Россия против Англии». Почему взял? Ну, потому что в том году Россия как раз прошла, а противник Англии, который считался сильным противником, он как раз не смог прийти и вылетел. То есть для России это был знаменательный день. У Романа Гераськова душа лежит к футболу с малых лет. Его отец в прошлом футболист. Так что юный комментатор отлично ориентируется в этом виде спорта. А вот почему он стал первым в этом конкурсе. И это импровизация. Алексей Березуцкий, дальний удар. И тут Роман Пуличенко опережает вратаря и добивает пустые ворота. Примерно так же участники озвучивали матчи и отправляли записи организатору. Жюри оценивали грамотность речи, знания правил футбола и эмоциональность. Таких состязаний нет нигде в России. С интересом, очень артистично. Показали такие знания футбола. И футбола не просто, а международного футбола. Знания правил футбола. Был выбран самый объективный, нейтральный способ определения победителя. Мы все голосовали вслепую. Поставили оценки каждому из участников, не совещаясь между собой. То есть никто не мог оказать влияние на мнение товарища. Победителям достались подарки от ТОР-комитета ЧМ-2018. А за второе место фирменный шарф родной команды «Крылья Советов» и всем призерам билета на матч. Впрочем, участники отмечают не столь важна победа. Для них это был незабываемый опыт. Анастасия Шамшурна, Олег Галочкин, Ирина Гнатьева, СТВ. О наиболее заметных событиях в спортивной жизни региона в обзоре Александра Семенова. Баскетбольный клуб «Самара» готовится к полуфиналу плей-офф. Соперник «Волжан» на этой стадии – команда «Сахалин». Отмечу, что дальневосточники – победители регулярного первенства. Напомню, четвертьфинал для подопечных Сергея Зазулина оказался драматичным. Проигрывая по ходу серии 2-0, наши парни нашли в себе силы переломить ситуацию и выиграли три матча подряд. Таким образом, «Самарцы» смогли пробиться в следующую стадию игр на вылет. Первые встречи в «Сахалине» состоятся 18 и 19 апреля. Крылья Советов сыграют со столичным «Динамо». Сейчас команда «Соседи» в турнирной таблице. Волжане занимают 12-ю строчку с 23 очками в активе. Москвичи на 11-м месте хозяева поля успели набрать 24 балла за результативность. Так что предстоит действительно принципиальный и острый матч. И для каждой из команд встреча имеет сверх принципиальное значение. Дарья Касаткина и Александра Соснович откроют матч-плей-офф Кубка Федерации «Россия-Беларусь». Матчи престижного турнира пройдут 16 и 17 апреля. Стоит отметить, что для нашей талантливой землячки Касаткиной это действительно важные соревнования. У меня вся информация. На этом дали прогноз погоды и авторская программа Дениса Сарова «Абзац». В завершении выпуска напомню адрес сайта георгийлиманского.гслиманский.ру Читайте наши новости в социальных сетях в группах СКАТ и СТВ «Самара» и заходите на сайт нашей телерадиокомпании. Я прощаюсь с вами. Удачных вам выходных. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok